Здравствуйте, с Вами Романов Сергей и сегодня мы с Вами разберемся с камерой 3D Max. Разбирать мы будем не все параметры, всего лишь один. Урок предназначен для тех, кто уже знаком с программой и если кому-то он поможет, я буду очень рад. Итак, приступим. Вначале создадим какую-то сцену, так как у нас интерьеры начинаются с плана, таким образом и поступим. Создадим какой-то условный план, сразу конвертируем его в сплайны. Придадим стенам какую-то толщину и поднимем их. Тоже условную высоту. Так, лишнего, разобьем. Конвертируем в полигоны. И создадим потолок из стены. Вот мы получили какой-то короб. Будем считать, что это наше помещение. Создадим в нем еще какие-то либо предметы. Так же опять условные. Допустим, это будет у нас бокс. Ну, чтобы усложнить задачу, создадим еще какой-то цилиндр. Ну, чтобы было лучше видно. Придадим какой-то светленький цвет, чтобы на плане было видно. Вот в данном случае у нас какое-то помещение. Нам нужно сделать снимок этого помещения. Создадим направленную камеру. Допустим, мы хотим видеть вот отсюда. Даже где-то вот так вот отсюда. И включим вид из камеры. Так, ну, надо еще дополнительно настроить камеру. Поднимем на уровень взгляда. Так же поднимем цель. Так, чуть-чуть настроим. И вот видим вид из камеры. Но он слишком у нас крупный. Начиная настраивать, отъезжая, мы неизбежно попадаем за стену. То есть нам стена мешает. А что конкретно можно сделать в этом случае? Ну, вначале выделим камеру и посмотрим настройки ее. Ну, самые первые настройки это фокусное расстояние. Можно поиграть с ним. То есть при уменьшении фокусного расстояния у нас предметы отодвигаются. Но неизбежно мы получаем искажение. То есть нас это не устраивает. Ну, немного разберемся с фокусным расстоянием. Здесь вот есть пресеты, уже готовые фокусного расстояния. Существует три вида объективов. Это первые широкоугольники, которые где-то вот в районе до 35 миллиметров идут. Дальше идут стандартные нормальные и телеобъективы. Но телеобъективы нас не устраивают. Они приближают. Нам нужно, наоборот, отодвигать. Ну, вот это искажение можно, конечно, решить с помощью инструментов 3D Max. Но все равно фотореалистичного изображения мы не получим. Также можно фотошопом впоследствии обработать ее. Так же, как делают с фотографиями после широкоугольника. Но все равно, в любом случае, мы не получим фотореалистичного изображения. Ну, посмотрим настройки дальше. Есть вот здесь вот такой вот маленький свиточек. Клиппинг план. Попробуем использовать его. То есть, включим ручные настройки. Здесь два параметра. Это ближний срез и дальний срез. И разберемся с ними. Ну, для начала мы возьмем и эту камеру. Отодвинем, как бы мы хотели видеть. С какого положения. И нормальное фокусное расстояние поставим. Ну, допустим, 50. Вот таким вот образом мы хотели бы видеть наше изображение. Даже можно чуть-чуть подальше. Вот так вот. То есть, и мы видим, что нам мешает эта стена. Попробуем поиграть с этими настройками. Ну, вот задний план у нас убежал очень далеко. То есть, мы его приблизим, подтащим сюда. Вот он. Видно красно. Задний план подвинули. Выдвинем передний план. Вот в данном случае мы видим, что у нас выдвигается передний срез. И смотрим, что происходит на виде из камеры. И видим, что 3D Max убирает стены, обрезает. Но также обрезает и пол. Ну, здесь уже можно играть с настройками. Но никакого искажения нет. То есть, можно поиграть с этими настройками и настроить этот вид. Ну, и сейчас немножко разберемся еще с тем, что же 3D Max делает. Вот это в данном случае две настройки. Передний, ближний срез и дальний срез. 3D Max отсекает все, что до переднего среза и все, что после дальнего среза. Все, что находится в пределах этих двух срезов, 3D Max показывает. Ну, еще раз немножко поиграем с этими инструментами. То есть, если мы начнем отодвигать передний срез, то он нам закрывает обозрение. И если начинаем приближать задний срез, то он начинает сзади срезать. Вот таким вот образом работают эти настройки. Надеюсь, что при визуализации таких сложных объектов это вам поможет. Ну, на этом решите закончить. До свидания.